Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибьютора, а с помощью альтернативных способов. Президент Российской Федерации в конце июня подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт. Безусловно, в условиях, когда многие компании-производители импортируемого Россией оборудования, потребительских товаров отказались работать с российскими клиентами, параллельный импорт стал выходом из ситуации. По словам эксперта Казанского Федерального Университета, параллельный импорт выгоден для нашей страны, так как если бы он не был разрешен, то ситуация и на потребительском рынке, и в сфере промышленной электроники, автоматики, оборудования была бы намного хуже. Но возникает другой вопрос. Есть ли у этого другая сторона медали? С другой стороны, если товар ввозится в страну без согласия и без участия правообладателя, это означает, что данный товар фактически выходит из сферы контроля производителя, и производитель ограниченно ответственен за то, что с этим товаром будет в дальнейшем происходить. Разумеется, параллельный импорт является полезной мерой, но, как заверяют эксперты, в дальнейшем целесообразнее вернуться к обычному импорту. Амир Ахтямов, Универньюс.